Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым. Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым. Вместо комсомольского билета рядом с сердцем сегодня они носят значок с красной лентой. Несколько поколений комсомольцев и десятки бейчан собрались, чтобы услышать письмо из прошлого. Я написал самое доброе пожелание нашим потопкам, нашим комсомольцам. Я не знал тогда, что комсомола не будет, а его оказалось, что нет. Ну, у нас много кое-чего уже нет, кое-что потеряли, но тем не менее, я вам скажу, что мы все-таки верили в будущее. В 1967 году молодежная организация Бийского химкомбината одного из передовых предприятий Бийска решила сделать подарок потомкам к столетию Великого Октября. Все, что комсомольцы химкомбината хотели сообщить товарищам в 17-й, уместилось на четырех страницах. На пожелтевших листах рассказы о том, как работала и отдыхала, на что надеялась и каким представляла свое будущее советская молодежь. Наш город будет красивым, утопающим в зелени садов и парков. Появятся новые архитектурные сооружения, памятники, дворцы, стадионы. Его украсят новые проспекты, площади, улицы с многоэтажными зданиями жилых домов, новых учебных заведений, научных центров. И еще более он прославится именами замечательных людей, рабочих, артистов, ученых и спортсменов. Лихие 90-е разбили наследие советской эпохи. Крупные заводы перешли в частные руки, спортивные объекты разваливаются, учреждения культуры закрываются. В наше время мы сталкиваемся только с проблемами. Нам, молодым, трудно добиться успеха в жизни, реализовать себя. И в первую очередь это из-за безработицы, бедности и коррупции. Пролежавшую полвека в бетонном коробе красную папку с посланием торжественно вручили сотруднику Бийского краеведческого музея. Теперь это своего рода историческая ценность. У нас экспозиция создана небольшая, к столетию Октябрьской революции. И мы можем ее положить там, чтобы люди познакомились, почитали, посмотрели. Это уникальный экспонат. Ну а так, это основной фонд, естественно, будет храниться всегда. Так же, как и обелиск, который 50 лет хранил капсулу с посланием. Стелла скоро исчезнет с привычного места, поместят ее в музей Бийского химкомбината. А на освободившемся месте планируют возвести новый памятник. Евгения Ижутова, Евгений Плохотин, Сергей Даровских. Будни. Евгения Ижутова, Евгений Плохотин.